ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Родник стал поводом для споров в селе Ташлык. В этом году там производились ремонтные работы по благоустройству. Но по словам некоторых посетителей родника, при проектировке строители не продумали отток. И с приходом зимних морозов вода может элементарно замерзнуть. И родник, что называется, захлебнется. Кто прав, а кто виноват в этой ситуации, смотрите в итоговом выпуске новостей. 18 часов 30 минут. История семьи Ситр прогремела на всю республику. Житель поселка под Лениногорском остался один с девятью детьми. Жена умерла от рака. Помогать ему стал весь Татарстан. Нижнекамцы не остались в стороне. Директор предприятия медтехника подарил семье Ладу Ларгас. Он сам из многодетной семьи. Их было 10 детей. И точно так же умерла мать. Геннадию Мулину в тот момент было 13 лет. Но семье Ситр по-прежнему нужна помощь. Любая. Деньги, стройматериалы или просто доброе слово. И дельный совет. Кредит в 50 тысяч рублей стал для нижнекамского пенсионера настоящей кредитной явой. Несколько лет назад 63-летний Шамиль Нуриев взял в банке именно такую сумму. Взять кредит заставили обстоятельства. Деньги были нужны на лекарства для престарелой мамы. Каждый месяц мужчина исправно отдавал банку 2,5 тысячи рублей. Да и пока с мужчиной не случился инсульт. Во время болезни платить возможности не было. Сегодня кредит полностью погашен, говорит пенсионер. Но деньги банк продолжает требовать. Подробности этой истории в вечернем выпуске новостей. Пасмурную погоду с небольшим дождем. Обещают завтра синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха плюс 4 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. О чем говорили с будущими призывниками в кадетской школе. Подробности жуткого ДТП и многое другое. Уже в 17 часов. Оставайтесь с нами и будете в курсе всего, что происходит в городе. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...